Что касается феномена самого Виктора Медведчука, как вы думаете, когда он больше всего усилился, кем он подпитывался и почему сегодня Виктор Медведчук скупает самые крупные украинские телеканалы? Ну, дивитеся, мне часто дорикают моими двома интервью с ним. И они были, я так же не помню, в 2012-2012-2012 годах, еще до войны, тоди, когда он был абсолютно не публичный пост, и это фактически были его первые появления. Если вы сгадаете, он из помаранчевого года вообще не выходил на люди. Эти интервью были сделаны в Львове, и они мне дорого стояли, потому что меня, знаете, после того, как только не обзывали. Просто патриоти, как бы были мудрящие, они бы послушали, что тогда говорит эта человек, которая одна из них плывающая в Украине, и трохи бы шурупали мозгами. Оскільки инколи ни мозгов, ни желания прислушаться, то их дело. Теперь война все поменяла. Теперь Виктор Медведчук является сильнейшая грающая одиница политичная на шахівнице Украины. Ключ от войны, от Донбасса и от Кремля, есть только в однии люди в этой стране. И эту людину звать Медведчук. Поэтому это сейчас будет основная персона, вокруг которой будут крутиться таки темы, как мир, таки темы, как прекратить войну, таки темы, как порозумение, таки темы, как обниматься, брати мои, молю вас благаю, таки темы, как давайте лепить докупи то, что на мой взгляд не лепится и не тулиться. Поэтому, на превеликий жаль, я мушу сказать, что украинский медиапростер фактически програний. Он програний настолько, что, я думаю, до двух лет мы будем иметь полностью монопольное становление этого холдинга в всему новинному мовленни и политическом мовленни Украины. И это, фактически, тогда уже, как я так могу сказать, отверто, иснование украинской государственности будет уже идти на месяц. Журналист и телеведущая Татьяна Даниленко сообщила, что Виктор Медведчук заинтересован в покупке телеканала «Прямой» и «Пятый». Так, я про это чу. Это реально? Я думаю, это больше, чем реально, потому что, если смотреть на медиаринок, абсолютно цинично. У этой страны гроши мают лишь Медведчук Бойко-Льовичкин, теперь Медведчук действует от имени Фирташа, он и распорядник его костей после их традиций в США. Трошки фигурой есть Коломойский, но он ничего не будет купить, потому что ему нужно закрепить то, что он тоже мает. И все. Тут у меня возникает вопрос, который в этом посте, который вы, собственно, зацитировали сегодня, поднял гостро, и оно очень так взбадюрило, я бы сказал, даже трошки так вкололо публіку. Это вопрос звучит очень просто. Шановные друзья, а среди проукраинской частини суспільства есть люди, которые готовы создать проукраинское телебачение? И я тут ставлю великий знак питания, потому что они медиапростяж соби створюют, они працюют грамотно, как бы кто что ни сказал, они працюют на стратегию, они працюют вдумливо. Я теперь ставлю питание, а украинские засоби массовой информации возможны, что мы все-таки будем играть не другим, а третьим и четвертим номером? Это очень для меня драматичное вопрос. То, что я сейчас делаю в эти дни, я думаю над тем, что действительно украинская частина суспільства хочет иметь свой телевизор. Чи оно будет, как зомби, дивиться всю всю абсолютно реваншистскую риторику и просто плебеизировать еще больше, хотя, мне кажется, уже дна не существует.